В Верхтулинском сельсовете заработала центральная канализация. Под Новосибирском завершили первый этап масштабного проекта. Стоки из бурно развивающегося села теперь идут в коллектор Новосибирска. Как работает система, узнал Александр Сульдин. Еще не закончилось официальное открытие объекта, но спецмашины идут непрерывным потоком. Стоки из Верхтулы теперь утилизируют цивилизованно. Площадка, пара модулей. В одном собирают стоки. И вот таким приспособлением вылавливают из них полиэтиленовые пакеты и крупный мусор. Под землей огромная емкость для накопления отходов. Их разбавляют водой из скважин и гонят под давлением в сторону Новосибирска. В этом помещении располагается пункт управления канализационно-насосной станции. Сказать это только ее вершина. Устройство служит для подъема оборудования из подвала глубиной в 6 метров. Для обслуживания техники здесь, на поверхности. Всего здесь 4 насоса. Управляет ими автоматика и наполнение емкости. Система включает нужный мотор. Вот сейчас видно, что один кубик и работает один насос. Когда будет 5, задействуют сразу все. И это только малая часть большого проекта. В сторону Новосибирска протянули коллектор. 6 километров труб на улице Петухова соединились с подземными сетями мегаполиса, которые идут к очистным сооружениям. А там из жидких бытовых отходов убирают загрязнение, и вот уже попадает чистая вода. Это решит проблему. На первом этапе слива ЖБО, которое сливалось ранее в различные места, теперь это будет централизовано. Вторым этапом, который уже начал реализовываться и будет реализован в следующем году, это уже подключение социально значимых объектов, все инфраструктуры Верхтулы и 8 марта. Потратили 760 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Но это оправдано. Верхтула располагается рядом с мегаполисом. Территория востребованная для жилого строительства и для создания промплощадок. Новая коммунальная инфраструктура просто необходима. Это, конечно, колоссальный толчок в развитии, потому что ни одно строительство, а у нас сегодня активно строятся многоквартирные жилые дома, многоэтажные, это развитие производства. Сегодня оно невозможно без водоотведения. После того, как завершат второй этап, сюда уже не будут ездить, а с машины. Стоки пойдут напрямую от домов Верхтулы. Александр Сульдин, Валерий Павлов, Новости ОТС.